Врач, известный на всю Россию. Он описывает результаты многолетних экспериментов с так называемой лучистой энергией. В основе идеи автора лежит мысль, что при помощи определенных знаний и технологий можно научиться управлять не только человеческим подсознанием, но и поведением конкретного человека, заставляя его выполнять любую команду. Вы видите уникальные кадры экспериментов профессора Барченко по психозомбированию. Двое наголо обритых добровольцев надевают на голову алюминиевые шлемы. Эти шлемы соединены тонкой медной проволокой. Один из добровольцев является мыслепередающим, а другой принимающим. Позже идеи Барченко активно подхватят спецслужбы разных стран. Стоит ли говорить, что эта технология могла дать спецслужбам практически безграничные возможности управления целыми армиями? Вот это средостение между миром скрытым от нас, непроявленным, да, и миром, в котором мы с вами живем. Это средостение. Кто умеет оттуда энергию выводить, тот... Тот властерин мира. Сразу после этих экспериментов в Главном политическом управлении ОГПУ был создан специальный отдел. Начальником этого отдела был назначен Глеб Буке, первый руководитель криптографической службы СССР. Однако мало кто знает, что он был членом оккультной ложи «Единое трудовое братство». Этот человек и стал ответственным за сохранение в Новой России особой информации. Глеб Буке известен еще и тем, что был создателем системы лагерей на Соловецких островах. Его первым детищем стал Слон, Соловецкий лагерь особого назначения, который называют зародушем ГУЛАГа. Соловецкий лагерь иногда еще именовали «Обществом естествоиспытателей». В это время началась вот эта работа в Слоне. То есть, начался поиск входа в преисподнюю, входа в потусторонний мир. И надо сказать, что практически в этом отношении Глеб Буке преуспел, потому что к 37-му году, к 36-му году, вся эта операция была закончена, Слон был ликвидирован. Так что же искали в секретном лаборатории за колючей проволокой? И почему именно на Соловках? В поисках ответов на эти вопросы исследователи обратились к древним европейским эпосам. В одном из них упоминается колыбель цивилизации Гиперборея. Она находилась где-то в районе Кольского полуострова, как раз не очень далеко от того места, где расположился Соловецкий лагерь. Но известно, что следы древних цивилизаций чекисты пытались отыскать не только на Русском Севере, но и в Гималайских долинах. Эксперименты спецотдела УГПУ по психозомбированию человека были успешными. Однако для того, чтобы научиться внедряться в сознание целой толпы, профессору Барченко не хватало знаний и опыта. И тогда он предложил Глебу Боке организовать экспедицию в Тибет. Именно там, по мнению ученого, находится одна из величайших загадок планеты – гора Кайлас. Склоны горы имеют необычную, вогнутую форму. За свой необычный вид они получили название «каменные зеркала». Гора Кайлас и окружающие горные образования, которые там называются Мандала Кайласа, они на самом деле являются земной проекцией небесной Шамбалы. Более того, эта проекция обладает удивительными свойствами, она является как бы космическим порталом. Профессор Барченко утверждал, гора Кайлас – это огромный генератор, а вогнутые склоны – его локаторы. Миллионы лет назад этот пси-генератор использовали представители неизвестных, а возможно даже инопланетных цивилизаций, чтобы воздействовать на людей. Если понять, как он работает, можно управлять всем человечеством. Более того, если присмотреться, гора Кайлас как будто построена из гигантских каменных плит, сложенных друг на друга в форме вогнутой пирамиды. Это больше похоже на рукотворное сооружение, а не на творение природы. Странным выглядит и то, что высота горы составляет 6666 метров. Я думаю, что расположение пирамид не случайное, то есть оно подчиняется определенным геометрическим закономерностям. И тот же Кайлас, что по сути он из себя представляет? Это особое энергетическое место, особая ось. Но это место представляет из себя своеобразную чакру Земли. То есть если рассматривать нашу планету как живую, то Кайлас одна из ее чакр. И есть безусловная связь Кайласа с рядом других мест. Экспедиция в Тибет была назначена на весну 1925 года. Но когда до ее начала оставались считанные дни, профессора Барченко неожиданно арестовали и посадили в тюрьму. А Глеба Бокия отправили в длительную командировку. Барченко и Бокия были отстранены от экспедиции в Тибет. Но это не значит, что она не состоялась. В 1925 году туда отправился ученый, философ и художник Николай Рерих. В сентябре этого же года к его экспедиции примкнул некий монгольский лама. Им был никто иной, как опытный, проверенный чекист Яков Блюнкин. Впрочем, в лагере Рериха об этом не знали. При этом сам художник так писал о своем попутчике. Оказывается, наш лама говорит по-русски. Он даже знает многих наших друзей. Лама сообщает разные многозначительные вещи, еще раз поражающиеся мощности неуловимости организации лам. Вся Азия, как корнями, пронизана этой странствующей организацией. Так какую же сверхсекретную миссию в Тибете в составе экспедиции Рериха выполнял адъютант Льва Троцкого Яков Блюнкин? Чекист действительно тайно был в Тибете в 1925 году. Этот факт подтверждает официальный отчет о трансгималайской экспедиции Николая Рериха. В нем указана фамилия сопровождающего – Блюнкин. Это может значить только одно. Но поход на Тибет действительно проходил под контролем и по заказу ОГПУ. Хотя, скорее всего, Рерих и не подозревал об этом. И наверняка и у Блюнкина, и у Рериха была своя цель. Вот другой вопрос – хорошее или, так сказать, светлое или темное, так будем говорить. Потому что очень много сейчас говорят о том, что Рерих хотел, так сказать, стать, ну, если не Далай-Ламой, то регентом хотя бы Тибета, да, подчинить вот это, так сказать. Так что именно экспедиции Рериха удалось обнаружить в Тибете? Добрались ли исследователи до знаменитой горы Кайлас? И смогли ли раскрыть секрет таинственных склонов этой вершины? Ответов на все эти вопросы нет до сих пор. Просто потому, что все документы об экспедиции были уничтожены. Известно лишь, что сразу после того, как Николай Рерих вернулся в Москву, при Институте мозга был создан секретный отдел. Его возглавил сам Владимир Бехтерев, светило российской нейропсихологии. Эксперты утверждают, именно в этом отделе и велись разработки первого пси-генератора. На сегодняшний день психотронное оружие является основным компонентом в будущих войнах, потому что ни одна броня, ни одна защита не сможет защитить солдата, на которого направлен генерация воздействия данного вида нелетального оружия.